Это Любовь Соболь. Алексей Навальный наконец-то вышел на свободу после административного ареста. И сегодня ему должны были предъявить обвинения по очередному уголовному делу, но не предъявили. Днем Навальный записал видео про это. Вот я сегодняшнее утро хотел посвятить, наконец-то, чтобы посмотреть то самое легендарное обращение ко мне бравого генерала Виктора Золотова и начать писать ему ответ, но внезапно сегодня утром моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему, и мне будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу. Дело это о клевете на бывшего следователя и фигуранта списка Магницкого Павла Карпова. Навальный опубликовал в блоге фильм «Касты неприкасаемых» про Карпова и обстоятельства задержания Магницкого. Напомню, что Сергей Магницкий – российский юрист, который расследовал мошеннические схемы российских чиновников. В 2008 году он был арестован, провел почти год в СИЗО, где ему создавали практически пыточные условия, и в итоге он умер в ноябре 2009 года. В память о Магницком был составлен список следователей, прокуроров и многих других, причастных к делу против него и его гибели. Туда и попал следователь МВД Карпов. Несколько лет назад Карпов подавал в Лондонский суд иск о защите деловой репутации против Уильяма Браудера, основателя инвестиционного фонда, на который и работал Сергей Магницкий. Браудер расследовал гибель юриста и лоббировал принятие списка его имени. Во время этого суда Карпов рассказывал много интересного, например, что он зарабатывал на хобби, ему помогал близкий друг. Так он объяснял происхождение своих средств и имущества. В итоге в выиске Карпову Лондонский суд отказал. Более того, его обязали выплатить финансовые издержки на сумму 850 тысяч фунтов. В 2016 году Карпов 660 тысяч так и не выплатил, и суд даже арестовал его на три месяца за неуважение к суду. И вот такой человек подал на Навального заявление о клевете, и дело возбудили. Это вам не Лондон. У нашей правоохранительной системы к Навальному, как известно, особое отношение. В 2016 году у Навального по этому делу прошел обыск, но с тех пор практически тишина. И вот внезапно, в октябре 2018 года решили предъявить обвинение. Даже срок по этому делу уже прошел, но следователи решили. Сегодня Навальный в полицию явился, но обвинение странным образом не предъявили. Шум СМИ помешал, сроки давности наконец-то посчитали, или что? Все это, конечно, очень странно. Что происходит по уголовным делам Навального и сколько их будет в итоге, мы не знаем. Знаем только, что работа явно ведется. Не зря же Навального третий раз за полгода осудили по статье о митингах, и теперь формально могут завести дело о неоднократных нарушениях на митингах. Это статья 212.1 Уголовного кодекса, и она предусматривает до пяти лет лишения свободы. В прекрасной России будущего обвинения будут предъявляться не борцам с коррупцией, а тем, кто помогает преступникам похищать миллиарды из российского бюджета и фабриковать уголовные дела. Синод Вселенского Патриархата заявил о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Сегодня в Минске Синод РПЦ обсуждает, как ответить на эти действия Константинополя. На данный момент на территории Украины существует несколько православных церквей. Первая – это Украинская Православная Церковь, которая входит в РПЦ. Ее еще называют Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. В ее ведении находятся знаменитые украинские лавры, в частности, Киево-Печорская лавра и Почаевская лавра. Возглавляет ее митрополит Ануфрий. Еще одна украинская церковь – это Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Она независима от Москвы и имеет непризнанный статус. РПЦ считает священников этой церкви раскольниками. В 1997 году ее глава Филарет был предан Анафеме. Третья украинская церковь – Украинская Автокефальная Православная Церковь. Ее возглавляет митрополит Макарий, и он тоже был предан Анафеме. Украинские власти много лет пытались решить вопрос предоставления автокефалии, то есть самостоятельности и независимости от Москвы своей церкви. Активно этим занимался президент Виктор Ющенко, но безуспешно. Вияние РПЦ было слишком сильно. Однако затем случился 2014 год. Отношение многих украинцев к России из-за событий в Крыму, и особенно из-за войны на Донбассе, резко изменилось. Это отразилось и на церкви. По данным социологов, 45% украинских православных относят себя к церкви Киевского Патриархата, и еще почти 34% называют себя просто православными, без привязки к конфессии. В апреле 2018 года Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Порошенко по поводу автокефалии. Причем за проголосовали не только депутаты из пропрезидентской фракции, но и те, кто сейчас в оппозиции к президенту, например, партия Юлия Тимошенко. В августе патриарх Кирилл встречался с константинопольским патриархом Варфоломеем, но изменить ситуацию он не смог. Решение об украинской автокефалии было принято. На заседании Синода в октябре это решение было подтверждено, а анафема с Филарета и Макария снята. Теперь Украина собирается провести так называемый Объединительный собор, на нем будет выбран предстоятель новой поместной церкви, который и получит Томас, документ, означающий официальное признание украинской церкви. Вопрос украинской церкви крайне важен. И дело даже не в том, что на территории Украины находится около 12 тысяч приходов РПЦ, а приходы дают церкви деньги. Это вопрос украинской независимости и идентичности. Не случайно Путин проводил Совет Безопасности по этой теме, а СМИ уже пишут статьи про распад русского мира. Появление канонической украинской церкви, независимо от Москвы, будет означать еще больше разрыв отношений Украины и России. Возможно, окончательный и бесповоротный разрыв. И, конечно, способствовали этому наши власти. Вот спецпредставитель США по Украине прямо это говорит. С точки зрения международных отношений, это крайне печально для России. Лучше иметь дружественную страну рядом со своими границами, а не ту, население которой назло нам хочет поставить базу НАТО. Судя по всему, Украина и дальше будет отдаляться от России. И как это исправить, непонятно. Потому что наш гений многоходовочек, хорош в тактике и быстрых решениях, но очень плох в стратегии и долгосрочном предсказании своих шагов. Россию могут исключить из Совета Европы, после чего россияне потеряют право обращаться в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы. Допускают выход из Совета Европы и российские чиновники. Совет Европы – это старейшая межправительственная организация. Под его эгиду существует и Европейский суд по правам человека, и ПАСЕ – парламентская ассамблея Совета Европы. В ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов от всех стран, которые входят в Совет Европы. И российская делегация там тоже присутствовала. Например, в октябре 2013 года в ПАСЕ выступал тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин и рассказывал про соблюдение прав секс-миншист и даже пригласил европейских депутатов посетить московские гей-клубы. Это было за несколько месяцев до Олимпиады в Сочи. И наши чиновники очень хотели хорошо выглядеть в глазах Запада. Вот и Владимир Путин за несколько дней до Олимпиады рассказывал, что у него товарищеские отношения с геями и подтверждал, что он настоящий либерал. Но затем Олимпиада закончилась. Начались события в Крыму, а потом и на Донбассе. В ПАСЕ требовали прекратить действия России в отношении Украины. Наши, естественно, рассказывали про референдум в Крыму, двойные стандарты и лицемерие. В итоге в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В январе 2015 года решение о лишении права голоса было продлено. Российская делегация покинула ПАСЕ, отказавшись работать в условиях санкций и до сих пор не вернулась. В июне прошлого года Россия отказалась платить вносы на работу ПАСЕ, в связи с чем у ПАСЕ даже возник дефицит бюджета. Все это время в ПАСЕ были депутаты, которые хотели возвращения России, несмотря даже на украинские события. В марте 2017 года тогдашний глава ПАСЕ Педро Агромун заявил, что надеется на возвращение России до конца его председательского срока. Но потом что-то пошло не так. Дело в том, что тогда же в марте Агромун посетил Сирию вместе с российскими депутатами. Вот одна из фотографий из той поездки. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого, кстати, впоследствиях несколько журналисток обвинят в домогательствах. Президент Сирии Башар Асад и Педро Агромун, глава ПАСЕ, которая должна заниматься защитой прав человека и европейских принципов. После такого бюро ПАСЕ выразило Агромунту недоверие. Агромун признал свою поездку в Сирию ошибкой и даже извинился за нее, но было уже поздно. Доверие к нему у многих депутатов было подорвано. В октябре 2017 года он подавал ставку, и решение о возврате российской делегации так и не было принято. Большие ставки на возвращение России делались по итогам заседания ПАСЕ в начале октября этого года. Для этого нужно было принять резолюцию по изменению права отстранения национальных делегаций от работы. Но, увы, их так и не приняли. После этого спикер Госдумы Володин пожаловался, что Совет Европы закрылся от диалога и что репрессивная дубина, когда кто-то имеет другую точку зрения, стала опускаться на головы вольнодумцев. Это тот самый Володин говорит, который был замглавы администрации президента по внутренней политике. Помните, какая у нас была внутренняя политика в 2011-2016 годах? А теперь, глядите-ка, правами вольнодумцев озаботился. Какой молодец! В итоге генсек Совета Европы пригрозил России исключением, если мы не начнем платить вносы. А депутат Слуцкий заявил, что Россия может выйти из Совета Европы, не дожидаясь исключения. Если Россия все-таки выйдет из Совета Европы, то граждане России не смогут обращаться в ЕСПЧ. Ягланд прямо предупреждает об этом. Думаю, это одна из главных причин, почему европейцы очень бы не хотели исключить Россию из Совета Европы. Но российские депутаты, конечно, могут довести до такого. Права российской делегации в ПАСЕ – это очень важно. Но наши власти не должны ставить под угрозу права человека. Прекрасной России будущего депутаты будут защищать интересы граждан, а не шантажировать Европу тем, что россияне останутся без возможности обратиться в ЕСПЧ. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok